В 16-й раз Владивосток окунается в ритм джаза. В эти дни в столице Приморья проходит международный джазовый фестиваль. На сцене филармонии пройдет 9 ярких концертов. В честь открытия состоялась пресс-конференция. Главным гостем стал знаменитый русский джаз-исполнитель Вадим Элленкрик. Выдающийся трубач подметил, джаз не просто музыка, его нужно чувствовать. Джаз требует от человека определенного уровня культуры, воспитания и, наверное, образования. Причем образование не количество дипломов, а ну вот чего-то. Джаз надо чувствовать. Для этого человек должен быть очень эмоционально развит. Я верю, что настоящее мастерство завораживает. И если на сцене настоящий мастер, ну, например, тот же самый Игорь Бухман, то человек, даже который ни разу не слышал джаз, он не может не понять, насколько это прекрасно. Ежегодно во Владивосток съезжаются участники со всего мира, чтобы продемонстрировать свое творчество. В этом году разные джаз-направления представляют участники из России, Кореи, США, Германии и Франции. Изюминок у фестиваля много. Исполнители могут не придерживаться последовательности исполнения композиций. Поэтому зритель может увидеть настоящую импровизацию на сцене. Фестиваль наш набирает обороты. Каждый год мы видим разные лица. Участие Вадима и Линфрига сегодня не случайное. Я не знаю, знаете вы или нет. Никак я не знаю. Да, очень вас рекомендовал господин Бутман, который открывал фестиваль в прошлом году. Исполнители не просто показывают свое творчество, но и претендуют на приз зрительских симпатий. Участники были отобраны на джазовом марафоне, который показал, что желающих исполнять джаз становится все больше. А завершит фестиваль 16 ноября эстрадный оркестр Приморской филармонии и американская джаз-исполнительница Сай Смит. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.